Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире телеканала ЛТР, передача Кунмаек. Сегодня мы будем говорить о подготовке к предстоящим выборам президента и плебисцита, о том, как Центр избирком подготовился к тому, что 10 января в нашей стране выберут президента и определятся с формой правления. Сегодня на студии представители международных наблюдателей. Если вы позволите, я зачитаю бумаги, чтобы не ошибиться в ваших рангах и фамилиях, и отчествах, и именах. Григорьев Сергей Александрович, директор по связям с международными организациями ОНО «Санкт-Петербургский клуб специалиста по взаимодействию бизнеса и власти». Добрый день. Здравствуйте. Малькевич Александр Александрович, первый заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосование. Здравствуйте. И Круглый Владимир Игоревич, международный наблюдатель от Парламентского собрания Беларуси и Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по социальной политике. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую оценку могли бы вы, как наблюдатели, дать процессу подготовки в нашей стране к предстоящим выборам президента и плебисциту? Если можно, вам слово. Мы были, я в составе нашей делегации, были в октябре на выборах парламента. И я могу сказать совершенно определенно, поскольку у нас довольно большой уже опыт наблюдения, мы были перед этим и в Таджикистане, и в Белоруссии, и в Молдове, что в Киргизии выборы были организованы на самом высоком уровне, по самым высоким демократическим стандартам. Что это значит? То, что возможность фальсификации выборов именно в момент голосования, возможность нарушения выборного законодательства, которое, кстати, здесь тоже очень хорошее, с моей точки зрения, минимальна. Каждый избиратель прошел биометрию, бюллетень выдается только после идентификации. Это далеко не везде, поверьте. Все урны являются электронными, каибами, как у нас называются. Это тоже очень большое достижение, практически нигде нет. И даже в том числе и в Российской Федерации нет такого, чтобы все абсолютно урны для голосования были электронными. Поэтому, скорее всего, и эти выборы будут организованы по таким же высоким стандартам. Сергей Александрович, а какова Ваша оценка подготовки к предстоящим выборам и плебисциту? Ну, смотрите, помимо того, что сказали, хотелось бы отметить еще открытость всех органов власти и ЦИКа для диалога и контактности. То есть, в любой момент каждый человек может получить ответ на любой вопрос, придя в ЦИК, либо позвонив в ЦИК. Это очень важно, именно сама открытость. Второй момент. Упомянули о том, что фальсификация невозможна на момент голосования, она невозможна и при подсчете. Потому что, о чем нам говорят предыдущие выборы, которые были осенью, как только начинает появиться количество бюллетеней, находящихся в КАИБе, и количество проголосовавших, то такие участки сразу же отменяются. То есть, это даже не момент какой-то дискуссии. Сразу же хотят уйти от момента конфликта и, в общем-то, отменяют участки. Но я думаю, что в этот раз этого не будет. Александр Александрович, Ваше мнение. Ну, я здесь и не только как журналист, как пиарщик хочу сказать, действительно поддержать коллегу. Мне кажется, Республике нужно больше рассказывать о своем позитивном опыте именно в организации избирательного процесса. Потому что, сколько там, примерно 2700 избирательных участков и под два вот этих КАИБа, то есть комплекса обработки избирательных бюллетеней, на каждом участке. То есть, мы действительно в ряде регионов России об этом только можем мечтать. Я об этом, ну, может быть, с легкой грустью должен сказать, но главное, что это правда. То есть, каждый участок закрыт сразу двумя вот этими электронными комплексами, электронными урнами. Потом, конечно, уже упомянутая биометрическая верификация. Но это гигантский шаг вперед. И, во-первых, действительно отсекает возможные нарушения какие-то. Об этом любят очень рассказывать в социальных сетях. Я просто являюсь в России одним из главных специалистов по борьбе с фейками, так называемыми. И каждый раз во время выборов нам приходится опровергать вот эти вбросы. Причем все же строятся по известной технологии. У меня есть друг, у друга есть знакомый. Так у знакомого есть девушка, мама которой работает в организации, которая связана с избирательным процессом. И вот ей подруга рассказала, что ночью вброшен там мешок какой-то и так далее. Вот мы понимаем, как это все создается. Но когда есть четкая биометрия, то невозможно говорить о каких-то вот, значит, там, откуда-то взявшихся сотнях, там, и сотнях якобы мертвых душ. И еще один момент. Мы уже разговаривали с представителями Центра избиркома. Очень здорово, что серьезные совершенно ведутся работы по запуску в Республике дистанционного электронного голосования. Это тоже большая работа, которую мы ведем в Российской Федерации. И я руковожу рабочей группой при нашем ЦИКе как раз по внедрению прогрессивных технологий в избирательный процесс. Но в России мы только в четырех регионах в прошлом году опробовали вот это вот голосование через смартфон. В Курской области, в Ярославской, в Нижегородской, в Москве. А здесь, ну, мы готовы своим опытом обменяться, но если все получится, например, на следующих парламентских выборах, эта технология может быть уже реализована. И это круто, но просто нужно, да, ну, не обязательно средства, силы вкладывать в пиар, в продвижение вот позитивного и избирательного электорального имиджа республики. Что, значит, не какой-то там вот маленький Кыргызстан, который там сотрясают периодически какие-то инспирированные извне так называемые революции, а прогрессивное государство, которое внедряет биометрию, да, вот эти вот КАИБы, электронное голосование. И это здорово, если, так сказать, выражаться народным языком, круто это. Александр Александрович, вы затронули такую интересную тему. Все подготовлено, все хорошо, все замечательно, как бы это огромная бочка меда. Но вот какие капли дегтя могут попасть в эту бочку меда для избирателей? Как, например, вот вы говорите, там соседка, соседа, знакомая. К чему готовится избирателю в данном случае, вот в этом процессе, который произойдет 10 числа? Что может произойти? Я расскажу обязательно, значит, мы рассчитываем еще провести серьезную встречу глубокую с председателем ЦИК. Хочу поинтересоваться, насколько готова избирательная система республики как раз к противодействию вот этим вот фейк-ньюс. Потому что надо четко, чтобы понимали все наши зрители. Бывают слухи, которые создаются, что называется, по приколу. Бывают какие-то шутки, бывают ошибочные, разного рода ошибочные информации. Но когда речь идет про избирательный процесс, никаких шутках здесь говорить не приходится. Это сознательные, целенаправленные вбросы, так называемые, для того, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию. Мы все это прошли в прошлом году в России. У нас были две большие избирательные кампании, сначала как раз по поправкам Конституции. И мы в рамках этого выявили 9 тысяч фейковых сообщений за три недели. И они все были сознательны. Там сообщалось о том, что власть закупила десятки тысяч сим-карт для того, чтобы фальсифицировать электронное голосование. Или там люди, можно голосовать без паспорта, и так далее, и так далее. То есть это ведь не ошибка отдельного человека, а это кампания, которая запускается сознательно, с так называемым кросспостингом, когда одновременно или с шагом в 5-10 минут в разных пабликах, в социальных сетях публикуются однотипные сообщения, где только меняется название населенного пункта. Поэтому, конечно, хотелось бы ошибиться, но в принципе и сами граждане, и органы власти должны быть готовы к тому, что в течение всего воскресного дня могут быть разного рода вбросы. Там видели, там какой-то такой ужас, там зафиксирован. Я объясню, самая ужасная сейчас технология распространения фейков, что не требуется так называемых пруфов, подтверждений не нужно. То есть если вот мы бы сейчас проводили деловую игру, словно когда Сергей может написать «Только что видел на участке таком-то, подошла тетка, вбросила 100 бюллетеней». Фотография не прикладывается, видео не прикладывается, никаких там ау, вообще ничего. У нас в прошлом году были такие вбросы, когда человек, причем аноним, в социальных сетях пишет «Это были самые грязные выборы, которые я помню». «Ты докажи!» А это уже не нужно. И вот против такого лома, конечно, очень сложно искать прием. Ну и потом отдельно мы сегодня еще поговорим, мы с коллегами тут, экспертами, серьезно очень работаем с документами по внешнему вмешательству. Это тоже очень большая тема, которую мы занимались в Общественной Палате России в прошлом году. В нашей стране мы все это прошли, и в союзном государстве тоже, конечно, пример Белоруссии показателен. Это когда целая сетка так называемых НПО, неправительственных организаций, некоммерческих организаций, систематически получающих внешнее финансирование, разного рода гранты. Это СМИ, иностранные агенты. К сожалению, вот такое очень великодушное отношение власти, да, ведь к этому, как бы мы же все приличные люди, порядочные и демократично настроенные. Все хотят большей легитимности. Да, и мы поэтому говорим, пожалуйста, пусть расцветает 100 цветов, а этим непорядочные люди и структуры пользуются. А потом, вот как в случае с Белоруссией, выясняется, что, как говорят у нас, поздно пить боржови потом. Да, и в основном все эти организации, они же ориентированы под какими-то благими намерениями, да, то есть какая-то помощь, либо борьба со СПИДом, либо помощь детям и так далее, для того, чтобы как можно меньше привлекать все внимание и, в общем-то, казаться хорошими. Но на самом деле, чаще всего это реально волки в овечьей шкуре, которые, когда нужно, раскрываются по полной и начинают финансировать. Я скажу вот неполиткорректную вещь. Мне можно, потому что я нахожусь в санкционном списке США, значит, за журналистскую деятельность свою. У нас часто, вы знаете, есть такой популярный интернет-мем «это другое дело». Ну, это совсем другое. Это другое. Это другое. Поэтому, например, говорят, пусть, значит, условно говоря, там Госдеп США финансирует 50 некоммерческих объединений в Кыргызстане, а также еще 50 в Белоруссии и 150 в России. Причем эти НПО в том числе говорят, что они хотят заниматься политической деятельностью. Говоря про Молдову, да. Да. Вообще это огромная проблема. Да. Значит, и предположим, раз у нас вот временно наш Сергей выступает в роли плохого парня, вот он говорит, я хочу взять деньги там, значит, в Госдепе США на проведение реформ в республике. Ну, наверное. Но давайте тогда представим обратную ситуацию. Мы берем Соединенные Штаты Америки и в американское НКО Россия передаст какой-то грант. Это, а, невозможно, б, все это НКО в полном составе там сядет, плюс ко всему гражданское общество их отвергнет. Вот и все. Ну, здесь вопрос в законодательстве. У кого-то законодательство разработано в защиту своих интересов и как систематизация работы НПО и НКО. В прошлом году у нас была попытка принять закон об отчетности неправительственных организаций, но дело в том, что в обществе это был такой спорный вопрос. А он не в обществе спорный. Здесь, я так думаю, что это политическая воля. Абизм за деньги, потому что люди, которые привыкли из года в год получать миллионы или десятки миллионов сомов, они часть этих денег или дополнительные получают транши, они вкладывают в социальные сети, в СМИ с криком «Нельзя нас трогать! Мы умрем! Мы погибнем!» Должно быть все одинаково. То есть, если западные страны, страны Запада запрещают подобное у себя, почему мы тогда должны у себя разрешать? Давайте, если мы разрешаем у себя, и они у себя разрешают. Ну, и в принципе... Кстати, сравнивая законодательство здесь и, например, в Соединенных Штатах, да, голосование по почте умерших, ну, мы только что все это вот на наших глазах. Ну, и каковы последствия, да? Это другое. Которые мы наблюдали буквально вчера. Между прочим. Ну, вот по поводу того, что мы смотрели вчера, все эти вчера, позавчера, все эти кадры из США. Очень сравнивались с Киргизией. Но при этом это другое. Вот мне кажется, самое идеальное, и любой наш зритель может это найти в Твиттере, вот Майкл Макфол, бывший посол США в России. Он изумительно в своей дикости, значит, выдал перл, да? Что, те, кто посмеют, написал он, сравнивать мужественных протестующих из Белоруссии и этих поганых идиотов, мятежников, там, хулиганов, которые вошли в Капитолий, всех будут банить из-за в соцсетях. Вот и все. То есть, как это, знаете, наши отважные разведчики против их зловредных шпионов. По поводу ситуации в Америке хотелось бы добавить некоторый момент. Но тут же можно еще посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Почему мы не рассматриваем, что это была своего рода прививка демократов на будущее? Поэтому не все так однозначно. Это отдельная история. Я, например, считаю, что это сознательно было эспирировано против Трампа, чтобы окончательно похоронить. Вы знаете, здесь в целом отдельная история. И дело в том, что политика и силы Российской Федерации сравнивать Кыргызстан, ну, это несоизмеримая вообще субстанция, да? Поэтому я предполагаю, и вот как мое мнение, как журналиста, в данном случае здесь, в Кыргызстане, каждый гражданин должен будет определиться просто для себя сам и сделать выводы из той деятельности, которую проводят как НКО, НПО, принять, не принимать, что говорят, какую оценку дают те или иные организации, представителям, кандидатам тем же самым, которые сейчас... Очень сложно. Простому человеку очень сложно это сделать. Сложно, да, но это нужно будет делать. И плебисцит, и референдум тоже очень важный. Мы как-то все больше о выборах президента. Да, да, да. И референдум тоже очень важен. Референдум тоже очень важен. Очень сложный выбор. Я бы хотела... Борьба, которая ведется против как раз плебисцита со стороны как раз вот отдельных этих НКО, о том, что ни в коем случае это не нужно делать, это очень тревожный симптом. Ну, потом давайте зададимся одним большим риторическим вопросом. Ну, неужели вот есть наивные люди, которые считают, что сидят там дядьки, значит, в Вашингтоне, и как там, аж кушать не могут, думают, как улучшить жизнь в республике Кыргызстан? Там, Джон, ты не знаешь, а есть идеи? Да, Роберт, есть, давай посидим. Потому что у нас в США, говорит, все отлично уже, все решено. Там один только есть высокоскоростной поезд между Нью-Йорком и Вашингтоном. Все, там своих проблем вот так. Но они сидят, как там в Бишкеке-то дела? Я зашел в Бишкеке. Вошь, как дела вошь? Давай, давай срочно, значит, защищенную статью снимай, распаковывай. Давай, предлагаю 10 миллионов на улучшение жизни Воши. А я предлагаю 15. И на Бишкеку еще 20 добавим. Ну все, теперь же отлично полегчало. Хоть спать спокойно можно стало. И сидят граждане, все говорят, ой, вот какие добрые люди-то там, в Граде на холме. Переживают за нас. У самих все летит в тартарары. Там протесты, все на коленях стоят, значит, перед неграми, значит, каются. А это все не важно. Важно вот как там в Киргизстане-то? Уже бог точнее с Белоруссией. Надо с Киргизстаном разобраться. С Белоруссией потом до разбирания. И вот есть люди, которые вот это все читают, думают, действительно, молодцы. Ой, какая. И самое важное то, что чем дольше НКОшки, НПОшки работают, тем они становятся влиятельнее на территории государства. Они обрастают знакомствами, они обрастают связями, связями в силовых структурах, в политических и так далее. То есть это своего рода такая раковая опухоль, которая дает метастазы во все сферы в государстве, которую потом очень тяжело выковырять и изгнать. Причем дело даже не в Киргизстане. Это везде одинаковая история. Мы же в России разбирались. Именно так. У нас же там, ну, понятно, много регионов. Во всех, во всех странах. И вот эти вопли, как, вы сейчас лишите нас финансирования, и тогда нарушится этнокультурный баланс в таком-то регионе, а ведь только ради этого поступают деньги из Еврокомиссии. Ну, мы же здравые люди. Какое дело Еврокомиссии до того, что происходит, например, там, в глубине Алтайского края? Ну, бред, сивые кобылы. Да, они вряд ли даже представляют, где это находится. Мы немножко отошли от темы, но разговор был достаточно интересный. Я надеюсь, что наши зрители правильно оценят информацию, которая была сейчас предоставлена вами. Это оценочное суждение экспертов, безусловно. Момент еще такой. Кроме фейков, в процессе проведения непосредственно в день голосования, плебисцита и выборов, были такие факторы, которые сгубили, по сути, выборы, которые произошли в октябре этого года, прошлого года, подвоз, массовый подвоз, и не только, то есть была активная работа, понимая, что нельзя произвести какие-то манипуляции непосредственно на участках, производились манипуляции вне участка, как подкуп голосов, подвоз тот же самый. Скажите, пожалуйста, вот в данном случае, вы как специалисты, эксперты, которые побывали на выборах в других странах, вот как с этим бороться? Что с этим можно сделать? Ну, во-первых, это стоит за пределами работы ЦИК. Безусловно, да. То есть вот это не входит в непосредственную организацию выборного процесса. Бороться очень сложно. Во-первых, это сложно доказать. И нужно, наверное, это делать целенаправленно. Другим органам, другим людям, которые, в общем, силовым каким-то структурам, которые должны за этим следить. Уже стащить законодательство в этом плане. Вот, допустим, Российской Федерации уже стащили законодательство. То есть это уголовная статья, за которую прям можно попасть в места не столь отдаленные. Здесь же, я, по-моему, понимаю, что... У нас тоже можно попасть в места не столь отдаленные. Но прецедентов я не слышал. Ну, кстати, да. Я в России выступаю всегда за максимальную публичность наказания. То есть, помимо суровости, оно должно быть публичным. С учетом развитой системы средств массовой информации республики. Ну, вот вы поймали человека, который пытался там в избирательной комиссии что-то нахимичить. Вброс. 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 Да. Или пытался хулиганить вот, значит, с организацией всех этих там подкупа. Но вы, условно говоря, в прямом эфире ему вынесете там приговор, накажите. Пусть все увидят, что будет за нарушение. С другой стороны, я и ряд коллег наших по Общественной Палате России выступаем за упрощение избирательного законодательства. Ну, вот в России в частности. Это значит, например, ликвидацию вот этого так называемого Дня Тишины. И еще, так сказать, упрощение... А что это даст? А я вам объясню. Потому что у нас ряд норм, которые, в принципе, в 21 веке уже не работают. День Тишины, конечно. Ну, вот стоит уважаемый член Совета Федерации, и он подтверждает это. Просто косность и медлительность машины бюрократической не дает возможности это быстро принять. Объясню. Ну, вот смотрите. Воскресенье, понятно, агитация запрещена. Суббота тоже День Тишины. Так? Ну, в соцсетях... Вот. Ребята, друзья, ну, в социальные сети. Вот все говорит уважаемый парламентарий. Да, давно другие методы уже агитации. Ну, конечно. И кто с плакатами уже... И при этом, значит, все... Фактически ты можешь человека прихватить там за то, что он там в социальных сетях тебе написал в мессенджер. Сережа, приходи на выборы и так далее. Ну, все, уже агитация туда сместилась. Ну, отмените вы это. Вот, да, я критикую Соединенные Штаты, значит, с фактами в руках. Но при этом там, в частности, никаких проблем нет. Только 30 или 50 метров до избирательного участка. Это вот мертвая зона. А до этого, пожалуйста, там есть даже... Она черта проведена, на земле прям начерчена, что вот за эту линию заступать нельзя. Все, ты идешь на участок, у тебя слева-справа стоят люди, раздают материалы. Пусть так будет. И тогда это упрощает, в том числе, и какие-то другие спорные моменты. Агитируйте, используйте социальные сети, но на самом участке рядом с ним не нарушайте. И массу еще других. Но речь идет о фактах подкупа прямого и доказательства этого. И это понятно. Я просто говорю о том, что мы усиливаем ответственность за одно. Мы можем запретить, допустим, фотографирование, бюллетене, чтобы нельзя было доказать. Но все равно. На самом деле доказать это сложно. И это нужно делать целенаправленно. Если этого не делать, то это все будет. Вот мы, когда на тех выборах октябрьских были, наблюдали, на участках. Вот я, например, ни разу не видел. И мы специально смотрели, ходили вокруг. Таких фактов не было. Каких фактов? Фактов фотографирования бюллетеней или фактов подвоза? Фактов фотографирования не было. Это точно совершенно. И подвозов каких-то, подкупов, якобы. Мы слышали, что кто-то там за углом. Вот как вы говорите, бездоказательно. Мы читали, что где-то за углом кто-то там раздавал деньги за то, чтобы проголосовали так, как нужно. И вкладываться надо, конечно, в систему видеонаблюдения. На участках, у участков. Здесь как раз она очень. У участков. Насколько я знаю, в России как раз-таки стоят камеры видеофиксации в процессе. Это решила часть проблем абсолютно. Потому что как раз огромное количество было видеофейков, знаете, из серии. Откопали там какое-то, либо постановочное сделали видео, либо откопали ролик, там, не знаю, 15-го года. И выдают, 2020 год, участок такой-то там-то, происходит страшное, смотрите, вот какое-то нарушение. Но за счет того, что есть теперь действующие камеры, тут же появляется картинка, говорит, ребят, это все вранье. Вот реальное изображение. Причем каждый может посмотреть в режиме реального времени, любую часть практически. Но не везде это есть. По поводу подкупа хотелось добавить. Да, конечно, его очень тяжело определить, потому что никто же, в общем-то, не ставит стол и стул около участка. Кладет сюда пачку денег, да, и все это раздает. Чаще всего система подкупа, она делается там следующим алгоритмом, да. Это есть там, допустим, какой-то человек, у которого есть определенный близкий круг знакомств, потом идет следующий круг знакомств и дальше. По большому счету, это все знакомые люди, и ты, ну, они там дома встретились, он там отдал им эти деньги, там, вечером, все в этот день, на следующий день. Поэтому очень тяжело это поймать. Тут же еще важно... Абсолютно, я об этом и говорю, что это трудно доказать. Тут же еще важен момент самосознания гражданина, да. То есть, ну, в общем-то, по большому счету, решается судьба его страны, он берет деньги. То есть, эти там несчастные две, там, три тысячи часов, они важнее будущего там страны. Ну, тогда это страшно. Тогда нужно, в общем-то, побольше работать с гражданами. К сожалению, для многих людей понятно, что эти, может быть, 200-2000 будут. Да, но по большому счету, это самая настоящая продажа родины, продажа будущего, будущего детей и так далее. Об этом, кстати, тоже надо говорить. Да, да, об этом тоже никто не говорит. Ну, и популярная была всегда мысль у нас в России, что вы возьмите деньги, но проголосуйте так, как... Вот, как говорится, вы сняли с языка на последних президентских выборах. Да, уже шла прям практически открытая агитация. Берите, берите. Но когда вы приходите, проголосуйте по совести и по чести за того, за кого вы хотите. Выберите своего кандидата. Никто вас не поймает за руку и никто не докажет. Поэтому мы даем целый ряд советов. Смотрите, значит, и сейчас, и на будущее. Значит, деньги берите, голосуйте по совести за будущее своей страны. А если вдруг от вас будут требовать фотографии и бюллетеня, то с учетом нового наших современных технологий, пусть один ваш знакомый сфотографирует этот бюллетень, перешлет вам в мессенджеры, и вы отчитаетесь чужим бюллетенем везде. Какие страшные, Александр. Мы призываем противозаконные письма, потому что у нас это наказуемо. Фотографировать. Ну так нет, я просто тем, кто хочет нарушить закон, я как бы объясняю, что можно все равно выполнить свой гражданский долг и проголосовать так, как нужно. Спасти остальных. Раздав это все. Вот сейчас эти кабины такие, что видно, что человек фотографирует или нет. Если раньше они были закрыты, то теперь специально они стали открытыми. Ну, понимаете, здесь такая штука. То есть я вот, например, когда последние два раза ходил голосовать, я, например, фотографировал бюллетень себе на память. Потому что, ну, например, представьте, вот у нас было поправки к конституции. У нас это возможно, здесь это сложно. Вот вы посмотрите. Здесь уголовно наказуемо, поэтому, уважаемые зрители... Реально сфотографировать бюллетень нельзя. Давайте будем себе дать закон. Да. Кстати, можно еще добавить? Конечно. Я вспомнил, что здесь и на высоком уровне против ковидные ограничения, то есть все в масках, все члены избирательной комиссии, все в таких хороших, добротных, одинаковых масках и соблюдается дистанция. То есть здесь этому уделялось внимание в октябре, во всяком случае. Благодарю. Вы знаете, в обществе сейчас бытует мнение, что вполне возможно отдельные кандидаты после того, как закончатся выборы, будут не согласны с результатами и вполне возможно могут спровоцировать какие-либо противозаконные действия в обществе. То есть это волнение. Так, как это было в октябре. Да. Вот на ваш взгляд, какова вероятность и что нужно сделать для того, чтобы, может быть, целому обществу, чтобы это не произошло? Мне трудно оценить вероятность. Надеюсь, что она не велика. Но противодействовать широким освещением результату выборов. Открытость. Да, что это не было. Открытость, прозрачность процесса. Да, что действительно не было нарушений. Вот чем больше будет гласность, чем больше будет доказательств того, что выборы прошли честно и действительно отражена воля людей, воля народа, тем меньше будет вероятность вот таких выступлений. Владимир Игоревич, ну вы смотрите, вы же были в октябре на прошедших парламентских выборах. А чего тогда не хватило? Почему же все это все случилось? Ну это результат, еще раз повторю, не организации выборного процесса точно. Это результат политических явлений в стране, но не организации выборов уж точно. Ну мы-то как раз и хотим защитить выборы и эти, и выборы там следующие парламентские. Я понимаю, вопрос на самом деле сложный, потому что мы подтверждаем, что с точки зрения организации избирательного процесса все на очень высоком, высочайшем уровне. Вы уже проговорили, и эти электронные урны, и биометрия, и в перспективе электронное голосование. Ну то есть достойно. Но при этом отдельные политические силы, связанные с ними вот эти фейкометы создателей. Прошу прощения, то есть получается в данном процессе ЦИК мы в принципе уже можем выносить за рамки анализа. И здесь уже... Нет, мы его вернем сейчас обратно, потому что все-таки ЦИК, как вот большая структура, отвечающая за избирательный процесс, плюс СМИ, плюс гражданское общество, то, о чем сказал коллега, открытость максимально избирательного процесса, прозрачность, только это является главным оружием против фальсификаторов. Но здесь есть в каком направлении развиваться. Мы готовы ценным опытом российским здесь поделиться, потому что как раз с прошлого года была внедрена новая технология, новый опыт, когда Общественная палата России и региональные общественные палаты назначали общественных наблюдателей. Мы на голосование по Конституции российской выдвинули 526 тысяч человек, которые были наблюдателями не от партий, не от кандидатов, а это общественные наблюдатели, и в итоге минимум по два человека, где-то по три на каждом участке люди своими глазами смотрели. А с точки зрения такого тюркоязычного братства, хочу сказать, отдельно заслуживает внимание опыт Республики Татарстан у нас, потому что там не побоялись власти и привлекли среди общественных наблюдателей 100 блогеров. Причем блогеров неполитических. Я приезжал туда как раз со своей миссией наблюдения, общался, молодые ребята, девчонки, то есть, знаете, как это инстаблогерши, молодые мамы, как это бьюти-блогеры, то есть это люди далекие от политики, но десятки тысяч подписчиков, и вот они были этими самыми общественными наблюдателями, которые по заявкам во взаимодействии со своими подписчиками, там вот эти стримы, прямые эфиры, включения, и весь набор технологий, там, сториз в инстаграм, показывали, получали вопросы, и, а покажи вот урну, вот пожалуйста, вот, а вот я там, смелый опыт он себя оправдал, потому что люди далекие от политики, их читатели, зрители и слушатели, видели, что ну да, ну, как бы вот все понятно, прозрачно, открыто. Александр Александрович, ведь основная претензия вот к этим выборам октябрьским была не в процессе голосования, а именно подвоз, подкуп, то есть то, что, еще раз говорю, за рамками избирательного процесса, и сколько бы наблюдателей на участках не было, на участках-то все хорошо, кстати, как и в Беларуси, там другая ситуация, там именно недоверие к ЦИК в Беларуси. Это да. Здесь абсолютно, ну, мне кажется, что доверие полное, вот, у людей. Но, во всяком случае, я не заметил ни у кого, чтобы именно результат самого голосования оспаривался. Оспаривалось то, что вот происходило на рамках. Да, то, что мы говорили. Именно возможный подкуп, возможный подвоз, возможные какие-то манипуляции за пределами избирательных участков. Поэтому тут немного, немного разные ситуации. Я с вами согласен, но и то, о чем говорю я, не исключает, потому что у нас впереди следующая кампания, то есть это все нужно решать, потому что задачи скомпрометировать избирательную систему, в целом избирательный процесс, результаты, они будут по целому широкому спектру предприниматься. А так, конечно, ну, можно развести руками, сказать, конечно. Там сидит какой-то зловредный человек, он может находиться там за пределами республики и вообще там где-нибудь там далеко-далеко сидит там и пишет, значит, ну что страшный, страшный подкуп произошел на выборах там и оперировать любыми цифрами. То есть я точно знаю, что там в Оржской области подкупили 17 тысяч человек и каждому выплатили столько-то. И что? Как вот вы будете опровергать? Именно это произошло. К сожалению, негативная информация, она лучше воспринимается, чем позитивная. Поэтому она не требует доказательств. Если мы говорим о какой-то положительной информации, которая, да, ее постоянно там, в общем, какой-то доказательной базой, да, что доказывают. Если, как Александр говорит, это абсолютно правильно, есть какая-то негативная информация про вброс, про вброс, про любые фальсификации. Вирусная рассылка. Она сразу же впитывается. Потому что, ну, такая вот ментальность, что, к сожалению, негатив, он воспринимается лучше, он интереснее, он более обсуждаем. Кому же не интересно там то, что там детскую площадку, грубо говоря, открыли. Ну, открыли, открыли. А национальных наблюдателей было ведь очень много на выборах нам тех. И никаких замечаний. Мы обязательно спрашиваем, есть ли замечания у национальных наблюдателей. Никто, ни одно замечание нам не озвучил. Ну, тогда давайте говорить о непопулярных мерах. То есть в республике есть закон о противодействии распространения ложной информации в интернете? Если не ошибаюсь, да. Он работает, есть уже по нему. А это уже другой момент. Потому что в России он был принят весной 2019 года, он не работал. Он чуть-чуть вступил в силу только тогда, когда весной 2020 приняли поправки уже в связи с коронавирусом. И пошли первые наказания, ну, немножко как-то ситуацию стабилизировали. То есть люди, которые целенаправленно врут в интернете, создают вот эти фейки, вбрасывают их, они должны нести за это ответственность. Ну, иногда там доходило до абсурда. Потому что, когда эта машина выполнения этого закона включилась, помимо действительно вынесения наказания тем людям, которые занимались распространением, было очень много людей, которые, в общем-то, пострадали даже, по большей части, по своей глупости, сделав какой-то репост. По фейкам не было такого. Не было? Ну, значит, по каким-то, может быть, другим... А вот за лайки, репосты мы потом провели этот закон. Позвольте, я подытожу, наше время подходит к концу. У нас осталась буквально одна минута. Судя из того, о чем мы сегодня говорили, к чему мы пришли, получается так, что все в руках самих граждан, самих кыргызстанцев, и контроль, и как пройдет весь процесс, все зависит только от них. Поэтому, уважаемые кыргызстанцы, уважаемые наши граждане, приходите на выборы 10 числа, сделайте свой выбор, честный выбор, по совести и по правде. С нами были представители международных наблюдателей, которые... и мы говорили о подготовке, проведении предстоящих выборов и плебисцита в нашей стране. Всего вам доброго, до свидания. И до свидания, уважаемые гости. До свидания. Всего доброго. Всего доброго.